А накануне Михаил Игнатьев посетил Чебоксарский район, чтобы собственными глазами увидеть новый сельский клуб, уборку урожая и многое другое. Подробности в нашем сюжете. Первым пунктом в списке посещений на этот раз стала деревня Машкасы. Здесь открыли новый сельский клуб, построенный, кстати, на бюджетные деньги и при помощи самих жителей. Здесь живет очень активный народ. Они сами попросили и сами стали первыми инициаторами и первыми исполнителями этого задуманного дела. Действительно, очень много труда вложено. Сельчане сами провели воду, электричество и очень старались, на каждом шагу помогали. Открытие этого клуба жители деревни ждали с огромным нетерпением, ведь до этого им попросту негде было собраться. Сколько лет ждем? Давно ждем. Я 15 лет в этой деревне живу, я 15 лет жду этот клуб. И сейчас только появился. Все сами тоже плясать, придем сюда. Вот сейчас как открылись, недели две назад, то ночью плясали мы. Сами, хотя пожилые люди. Я сама то ночью плясала, домой неохота даже. В самом разгаре сейчас уборочная страда. Михаил Игнатьев остановился в поле агрофирмы «Альдеевская». Сортировать надо, потому что отсыливать будет. Все равно сорняки поднялись сейчас к осени. Так что, кто желает остаться на уборку такого урожая, мы можем вам разрешить. Желание остаться не изъявил никто из присутствующих, но зато все живо интересовались ходом работ. Михаил Игнатьев остался доволен урожаем и обещал всякое содействие таким сельхозпредприятиям. А министр сельского хозяйства Чувашей рассказал, из каких средств планируется погасить задолженность перед агрофирмой за строительство новых цыплиц. 11 миллиардов дополнительных средств предусмотрено из бюджета Российской Федерации. В Чувашской Республике из этих денег приходит 83 миллиона рублей. Из них 63 миллиона где-то это на институционные проекты для растений и водцев. В этот день в Чебоксарском районе открылся и новый фельдшерско-акушерский пункт. Здесь будут лечиться жители трех деревень. Сирмопоси, Саратокосы и Большой Чигирь. До 90-го года этот фельдшерско-акушерский пункт функционировал. После этого у нас фельдшер ушла на пенсию. После 90-го года здание признано было ветхим. Не функционировало. Вот благодаря указу главы республики у нас появился модульный фельдшерско-акушерский пункт второй в Чебоксарском районе. И это огромный праздник не только для жителей Чебоксарского района, для жителей Шинер-Босинского поселения, для медицинских работников. 3700 голов в час. Вот мощность линии забоя реконструированного убойного цеха птицефабрики «Акашевская». А также сейчас ведутся работы по реконструкции старой очереди инкубационного цеха и двух птичников. Мы сегодня делаем качественный продукт, выращиваем, который может представить во всех российских сетях. У нас есть уже покупатель. Также мы экспортируем свой продукт в Радские Эмираты. Это говорит о том, что качество у нас отменное. Чем можно гордиться? Лет пять назад здесь ничего не было у нас. Ни рабочих мест, ни птицы по голове не было. Или были, болудохлые птицы были, такая, скажем. Убойный цех они сейчас реконструируют. То есть перспектива очень хорошая. В поселке Новая Тлашева прошло совещание со старостами населенных пунктов Чебоксарского района, в котором приняли участие и главы сельских поселений. Это у нас второй раз. В прошлом году было. Мы в государственном академическом чувашском драматеатре нас собирали. И это второй год. На встрече глава подчеркнул необходимость подобных мероприятий, ведь обмен опытом полезен всегда. Люди хотят жить лучше, чем вчера. Это нормальное явление и с точки зрения психологии, и с точки зрения требования и ощущений самих жителей. Но самое главное, мы, должностные лица органов власти, должны соответствовать этим требованиям. На совещании затронули вопросы развития сельских поселений, среди которых строительство дорог и запуск новых маршрутов для школьных автобусов. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.